ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Задумайтесь Любой какой-то вопрос Как сегодня можно решить Я вспоминаю себя, когда я учился В семинарии, в академии Вот Если что-то надо Выяснить Ответить на какой-то вопрос Ох, я не помню, куда мы шли обычно В библиотеку Я знаю, что есть Какие-то словари, где можно посмотреть А сегодня что? А сегодня до интернета Достал мобильный телефон Раз-раз-раз вышел Ответ на любой вопрос А вдруг его не будет? Наша сегодняшняя молодежь Даже не знает, что существуют Какие-то словари Что надо подойти к полке Книжной и взять его А у некоторых людей вообще сегодня ничего нет Они все перешли на интернет И поэтому, с одной стороны, это хорошо С другой стороны, это может Обернуться катастрофой И люди не будут знать Куда им идти, что делать И как выходить из этого положения Что касается Интернет-часовен Заказов молебнов И свечей Да, я помню Еще, знаете, в Рязани Ко мне подошли люди И говорят Владыка, безобразие Да Открываешь интернет А там часовня Вот И прям тут же даже Никуда выходить не надо Там нажал на клавиатуру Да, и раз И загорелась твоя свеча А со счетов Денежка перешла Перевели твои деньги Да Вы посмотрите Вы что превратили Нашу жизнь В бизнес Ведь посещение храма Это не бизнес Это не установка Или не постановка свечи Это мое стремление Прийти на встречу с Богом Вот что самое главное Ведь Христос Спаситель Совершенно не случайно Взял своих ближайших учеников Петра, Иоанна, Иакова И пошел с ними На гору Фаворскую помолиться Совершенно не случайно И там он ученикам Открыл свое божественное достоинство А он мог это сделать Где-нибудь в другом месте Зачем подниматься на эту гору На нее-то сегодня Очень трудно забраться А тогда было вообще Подвигом подняться на эту гору Но он это сделал для чего? Для того, чтобы показать нам Друзья Если вы хотите иметь общение с Богом Надо потрудиться Надо и физически потрудиться И умственно потрудиться И встреча с Богом Она может быть только Если человек сам идет к Богу на встречу А тут ничего не надо Нажал на клапчу И свеча загорелась Раз, и тебя там как будто кто-то помянул А кто там в интернете будет поминать-то? Если принимает записочки Интернет будет молиться Святой интернет Моли Бога о нас Да нет, не будет такого Не будет эффекта Того, который ждет от нас Господь Мне говорил Господь Душа нужна А не вот эти все Какие-то формальности Или там Перевод с счета На счет этих денег Нет, вы понимаете Бога-то изгнали из нашей жизни И мы сами его изгоняем из своей жизни Мы его просто не принимаем Потому что мы все переводим На какое-то механическое Шаманистское такое Что-то из шаманства такое взято Какой-то бизнес Даже сегодня нам предлагают Бизнес с Богом Страшное, что может быть Оказывается, делать ничего и не надо А ведь самое главное Труд наш Усилие Стремление И преподобные, которые трудились И в частности преподобный Серафим Саровский Он трудился Он каждый день занимался этим трудом Физическим трудом Для того, чтобы стать более совершенным Так что Вся эта формальность Она превращается просто в бизнес И Бога в этом бизнесе К сожалению, нет И быть не может Потому что Бог там, где будет душа человеческая Владыка, спасибо И теперь к вопросам наших зрителей Вот О Левтинии из Сарова Кто-то сказал, что Заказывая саркауст Мы тревожим душу покойника Что можно ей ответить? Ну, это еще Знаете, еще одна глупость Из Области Самосозревания, так скажем Без пастырского окормления Это еще один сигнальчик Из Суеверия То, что мы душу беспокоим Но мы ее не беспокоим Мы за нее молимся Мы за нее молимся И я думаю, что Алевтина Да если Мы окажемся На том берегу В потустороннем мире Если за нас будет церковь молиться Мы будем вспоминать И вспоминать Или нас будут Когда мы умрем Нас будут там вспоминать Да мы будем только радоваться Потому что Мы же сегодня Не представляем То, что происходит С усопшими Но опыт церковный Свидетельствует о том Что молитва церкви Чрезвычайно важна Для человека Усопшего Для души Усопшего человека Вот Человек Пока живет на земле Он может Сделать что-то И для себя И для своих близких Для их душ А когда он перейдет В загробный мир Там уже другие реалии Там уже совершенно другое Мы В полноте Это знать сегодня не можем Но церковь нам подсказывает И говорит Что Живые на земле Могут изменить Улучшить состояние Душ Усопших И именно На этом зиждется Наша молитва За усопших Молитва церкви Может изменить Действительно Участь Или Место пребывания Усопшей Души Вот Поэтому надо заказывать Не волнуйтесь Не то что надо тревожить А надо молиться Молиться За усопших И им от этого Хуже не будет А будет только лучше Потому что молитва церкви Много может сделать И у милости Ведь Бога Даже О усопших Грешных Людях Девушка из Могилева По имени Светлана Спрашивает Как отличить Влюбленность От любви Вы знаете Даже Затрудняюсь сказать Светлана Как отличить Вы знаете Ну наверное Влюбленность Это какое-то Такое Увлечение Увлечение Чем-то Увлечение Кем-то Даже Сам термин Влюбленность Вот Свидетельствует Об этом Ну какое-то Может быть Временное Вовлечение Может быть Более затяжное Какое-то А что такое Любовь Мы Рассуждая о любви Можем вспомнить Здесь еще и о дружбе Я иногда говорю Что знаете Тоже есть большая Разница Между дружбой И любовью Влюбленность Это скорее всего Какое-то Или какие-то Первые чувства Или какое-то Внешнее восприятие Того объекта О ком идет речь Или о том человеке О ком идет речь Да Мне внешне он как-то нравится Да Внешне И у него Что-то такое Привлекательное Привлекает меня Вот А дружба Когда человек уже Начинает Более часто общаться С этим человеком Но дружба Всегда подразумевает Какую-то взаимность А вот Любовь Это особое Качество Особое Качество И оно Отличается И от влюбленности И от дружбы Тем Что Это состояние Души человека Если он любит То любовь Всегда подразумевает Жертвенность И даже Готовность Отдать Этому человеку Самое дорогое Все А может быть даже И свою жизнь Я иногда Беседую с молодыми людьми Говорю Вы знаете Когда у меня спрашивают А когда наступает Вот момент Когда можно уже Говорить Вот я Люблю этого человека Готов с ним Создать Свою семью И готов Вступить С ним в брак Я им говорю Что знаете Ну вот когда вы Узнаете Друг друга Хорошо И когда вы Начнете понимать Что вы друг без друга Жить не сможете И когда Вдруг Если вам скажут А вы готовы Отдать самое дорогое Вот этому человеку Которого Как вы говорите Любите Если вы готовы То значит Это и есть любовь Любовь Всегда подразумевает Жертвенность Жертвенное отношение К человеку Я все тебе готов отдать Всего себя И даже свою жизнь А тот человек Которого я люблю Он тоже Должен достичь Такого состояния Что он тоже Ради меня готов Все отдать И даже самого себя То есть Вот такое знаете Жертвенное отношение Вот это и есть любовь Обратите внимание На священное писание И на Боговоплощение Сына Божьего Господь так Возлюбил мир То есть Человека Что он Даже Не пожалел Своего возлюбленного Сына Он отдал Он отдал Ради человека Своего возлюбленного Сына Чтобы он пошел Сын возлюбленный Иисус Христос И Изъял Этот вирус Из природы Человеческой Но при этом И сам Пострадал Самый позорный И самый позорный Смертью был предан Вот В этом Наверное И проявляется Божественная любовь Жертвенность Следующий вопрос После развода Муж развенчался Без участия Бывшей супруги Можно ли так делать И как это повлияет На мою жизнь Спрашивает Виктория Из Карачаева Черкесии Вы знаете К сожалению Сложилось В нашем народе Вот такое понимание Которое именуется Развенчание У нас не существует Такого Ни таинства Ни даже Чинопоследования Вообще Это Знаете Какая-то выдумка Людей Нету Такого Понятия Христос Спаситель Говорил Своим Последователям Когда у него Спрашивали Как поступить В таком Случае То он говорил О том Что О разводе В Ветхом Завете Пророк Моисей Повелевал Или Дозволял Людям Давать Разводное Письмо И Отпускали Этих Жен Жен Своих Мужья Вот И когда ему Говорили Так вот Моисей Разрешил То Христос Спаситель Говорил По жестокосердию Он Это Сказал Люди Настолько Стали Стали Жестокосердными Что Если Этого Не Сделать То Они Готовы Друг Друг Побить Даже Убить И чтобы Не Произошло Убийство То Из-за Этого Жестокосердия Моисей Разрешил Разводиться Иначе Дело Доходило До смерти До пролития Крови Вот И Христос Спаситель Говорил Что Бог Сочетал Тот Человек Да Не Разлучает Подразумевалась Это Супружеская Жизнь Навсегда На Всю Жизнь И Только По Жестокосердию Да И в Новом Завете Очень Много Случаев Когда Муж Убивает Жену Или Жена Убивает Мужа Ну Слушайте Где Здесь Любовь Да Никакой Любви Нет Вот И Если Кто-то Идет Венчаться Только Ради Того Чтобы Как Говорят Сделать Какой-то Оберег Над Собой Оградиться От Каких-то Неприятностей То Это Тоже Глубокое Заблуждение Нет Мы Обращаемся К Богу В таинстве Венчание Просим Чтобы Господь Неспослал Свою Божественную Благодать Чтобы Люди Муж И Жена Любили Друг Друга Чтобы Они Помогали Друг Другу И Помогая Друг Другу Становились Чище Совершеннее Вот К чему Призвана Семья Чтобы Муж Помогал Жене Жена Мужу Рожая И воспитывая Детей Чтобы Друг Другу Муж И Жена Мать И Отец Помогали Детям Становиться Лучше Все Направлено На Духовное Совершенство Человека И Тут Вдруг Говорят Вы знаете Надо Развенчаться Нет У нас Такого Понятия Тот Момент Который Мы Именуем Как Развод Но Как Правило Уже К этому Моменту Там Не То Что Божественная Благодать Там Уже И Человеческих Взаимоотношений Как Правило Не Остается Настолько Люди Начинают Ненавидеть Муж И Жена Друг Друг Ненавидеть Доходят До Предела Какая Тут Любовь Какое Тут Развенчивание Вот Люди Сами Отгоняют От себя Божественную Благодать Потому Что Божественная Благодать Не Может Пребывать Там Где Вражда Ненависть Ссоры Она Пребывает Там Где Есть Мир Согласие Любовь А Если Этого Нет Мы Сами Прогоняем Божественную Благодать А Потом Говорим Надо Развенчаться Какое Тут Развенчание Мы Сами Все И Сами Разорили И Сами Разорвали Этот Семейный Союз И То Что Как Он Говорит Что Он Где-то Там Развенчался Без Вас Какая Кому Разница Может Имелось Ввиду Что Он Взял Согласие На Повторный Брак А Вот Мы Иногда Говорим И Я Объясняю Людям Надо Обращаться К Епископу Брать Благословение На Вступление В Брак Второй Брак Хотя Есть Еще Существует Понятие Как Признание Брака Расторгнутым Вот Но Опять-таки Опять Появляется Какое-то Суеверие Иногда Приходят И говорят Я хочу Чтобы Признали Брак Расторгнутым Потому Что Если Я Этого Не Сделаю То Меня Больше Никто Не Полюбит Но Это Тоже Суеверие Друзья Мои В Этом Просто Нет Необходимости Признать Брак Расторгнутым Да Зачем Еще Санкция Епископа На это Расторжение Брак Вы Сами Расторгли Этот Брак Вот И все Он Распался Санкции Архиерийские В этом Совсем Не надо Я не понимаю Зачем Это Делается Люди Приходят Ну Как-то Уважить Успокоить Их Какого-то Мистического Значения Это Не имеет Абсолютно Поэтому Развенчался Он Не Развенчался Если Он взял Благословение На вступление Во второй Брак Ну Может быть Архиерий Его И благословит Ну Будем надеяться Что будет Может быть Удачный Второй Брак Вот А Что Развенчался Никак Не повлияет На его Жизнь Вообще Мы Должны Понять Что Как Супружеский Союз Вступление В брак Имеет Чрезвычайно Важное Значение Для каждого Кто вступает Для жениха И для невесты Это же Начинается Новая Жизнь Новая Жизнь Двух Сердец Двух Людей Это Как мы Говорим По учению Церкви Создается Малая Церковь Где Прибывает Благодать Святого Духа Где Люди Помогают Друг Другу В деле Духовного Совершенства И Когда Распадается Семья Это Трагедия Может быть Муж и Жена До конца Этого Не понимают Но Это Действительно Для них Трагедия А Если Есть Еще Дети То Это Катастрофа Трагедия И Катастрофа Это Такой Надлом Духовный Надлом Для Детей Это Рана Вот Распад Семьи В детских Душах Это Никогда Не Заживет Это Пойдет С ними И По всей Их Жизни Поэтому Прежде чем Разводиться Муж и Жена Подумайте Вы Нанесете Такую Рану Души Душам Своих Детей Это Рана Никогда Не Заживет Я Беседую Иногда С людьми Мне Даже Взрослые Люди Рассказывают Как Они Были Потрясены Когда В детстве Они Помнят Еще Детские Годы Свои Когда Мама С Папой Разводились И Это У них Рана Остается На всю Жизнь Они Вспоминают Как Они Дрались Как Они Ссорились Как Они Обижали Друг Друга Как Они Потом Разводились Как Делили Имущество И У детей Это Остается Это Рана Которая Никогда К сожалению Не Заживет Да Может быть Забудется Как То Где-то Забывается Но Рана Остается Поэтому Муж И Жена Разводясь А если Еще И И Детей Вы Наносите Такую Рану На душу Своих Детей Которая Вряд ли Когда Заживет Может быть Только Забудется Но Не Заживет Никогда Вот Это Конечно Отразится А не Венчание Не Развенчание Нет Это Просто Ваш Разлад Ваша Ссора Она Наносит Такую Рану И Вам Тоже Мужу И Жене Которая Разводится Но Детям Это Наносит Непоправимую Рану Николай Из Беларуси Сдает Такой Казалось бы Простой Вопрос Как Молиться Без Посторонних Мыслей Так И Надо Всегда Молиться Без Посторонних Мыслей Вот Как Только Появляются Посторонние Мысли Тогда Как Правило Молитв И Не Бывает Я Знаете Иногда Говорю Вот Когда Мы Хотим Встретиться Или Побеседовать С Близким Человеком Ну Наверное Вот Мы С Вами Сейчас Беседуем И Наверное У Вас Никаких Мыслей Нет Вот Я Сейчас То Что Вам Говорю Вот Я Говорю Все Что Думаю По Тому Или Иному Вопросу Когда Я Прихожу Или Приходил К Своим Родителям К Маме Папе То Во-первых Я Думаю Что И У Вас Такие Же Чувства Я Любил Своих Родителей Я Люблю Своих Братьев Сестер Мне Хочется С ними Пообщаться И Конечно Когда Я Приезжаю Я С ними Общаюсь У У меня Не Возникает Каких Других Мыслей А Как Они Только Возникают То Я Уже Думаю Как Уехать От Мамы От Папы Вот Примерно То же Самое Происходит И В Молитве Обращение К Богу Если Я Понимаю Если Я Люблю Бога И Я Считаю Что Мое Общение С Ним Это Благо Для Меня В первую Очередь То Конечно Моя Молитва Должна Быть Очень Искренней И Сосредоточенной Тут Извините Я Вас Перебью Тут Наверное Есть Главное Отличие Мы Общаемся С Родственниками Которых Мы Видим А С Богом Мы Общаемся Которого Мы Не Видим Может Поэтому Возникают Те мысли Которые Со стороны Нас Входят И Мешают Совершенно Правильно Заметил Именно Поэтому У нас В храме Иконы Нас Окружает Дома У нас Тоже Есть Иконы Мы Представляем Что Господь Сегодня Говорить Конечно Это Подвиг Это Трудно Это Конечно Совершенно Иное Нежели Моя Беседа С мамой С папой Или С братьями С сестрами Или С любимым Человеком Тут Этому Надо Учиться И Церковь Призывает Нас Этому Учиться И Конечно Когда Мы У нас Есть Букварь У Каждого Христианина Есть Букварь Это Молитва Слов И Ведь Мы Не Родились Христианами Мы Становимся Христианами Мы Не Родились Подвижниками А мы Должны Стать Подвижниками Это Процесс И Мы С вами Когда-то Было Время Когда мы Даже И читать И писать Не умели Да Но Нас Научили Этому Потому Что Нам Давали Букварь Нам Давали Тетрадки На Которых Мы Что-то Записывали По Букварю Начинали Читать Так Вот У нас Тоже Это Опыт Предыдущих Поколений Опыт Святых Которые Прославлены Церковью Они Правильно Молились Они Достигли Святости И они Нам Оставили В наследие Молитва Слов И мы По нему Молимся Другое Дело У нас Бывает Рассеянная Молитва Есть Хорошая Практика Такая Рекомендовать Молиться Вслух Читая Молитвы Вот Тогда Как-то Меньше Рассеивается Ума Сознание Когда мы Без Голоса Читаем Или В мыслях Читаем Молитвы Тогда Бывает Действительно Очень Сложно Это Очень Сложно Так Научиться Читать Молитвы Без Голоса А в Голос Легче Поэтому Для Начинающих Подвижники Благочестия Рекомендуют Молиться В голос Читать Вслух Чтобы Вот Так Знаете И Слух Ощущал И Мысли Как-то Были Сосредоточены Поэтому Надо Читать Вслух Легче Научиться Молиться Наверное Еще Один Вопрос Мы Сегодня Успеем Взять Елена Из Омска Спрашивает У вас Владыка Как вы Считаете Можно Ли Формировать Общеобразовательные Школи Православные Классы Вы Знаете Это Очень Сложный Вопрос Создать Такие Конфессиональные Классы Если Во-первых Есть ли В этом Необходимость Одно Дело Знаете У нас Допустим Семинария Академия Или Ипорхиальные Какие-то Духовные Училища То там Понятно Там Собираются Все Те Люди Которые Православного Вероисповедания И они Готовятся Стать Церковно Служителями Или Священнослужителями И поэтому Там Понятно Туда В эти Классы Приходит Исключительно Православного Вероисповедания Которые Имеют Одну цель Познать Православное Богословие Познать Бога Через Эти предметы Которые Преподают В этих Учебных Заведениях Что касается В общеобразовательных Школах Это очень Сложно И Нужно Ли Это Одно Дело Если В этом Селе Или В этом Районе Все Православные Ну Тогда Наверное Это Проще Сделать Если Там Люди Разного Вероисповедания Ну Тогда Наверное В этом Нет Необходимости Сегодня Организовывать Вы знаете Мы можем Стать на очень Опасный Путь На мой Взгляд Мы Тогда Начнем Делить Детей По Вероисповедному Признаку Наверное Если 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 Может быть В селе Это Возможно В городе Вряд ли Это Возможно Вот И Это Все равно Может Привести Не К Объединению Детей А К Разъединению Потому Привести К Разделению Еще И На Основе Религиозного Такого Образования Или Взгляда Владыка Я Благодарю Вас За Ваш Ответ Спасибо Вам Как Всегда Дорогие Телезрители Я Желаю Вам Всего Самого Доброго Пусть Благословение Божие Пребывает Со Всеми Вами